друзья всем привет решил я заснять обзор электросамокат спидвай 5 от компании mini motors как бы долл трон но как бы не совсем в этом обзоре я расскажу вам все по-честному владею этим этим самокатом с 1 мая сейчас уже июнь месяц проехал я примерно 630 640 километров на нем и сейчас расскажу вам что мне нравится что не нравится в этом самокате дальше уже будете делать вот сами самокат я продаю завтра просто уже приедет человек которым интересен этот аппарат продаю его за 65 тысяч покупала его за 85 магазине инстаком в общем ну поехали начнем наверное с того что мне не нравится в этом самокате это его механизм сложения вот здесь вот постоянный люфт возникает то есть он даже новый с коробки люфтит насколько это все надежно и конечно не знаю и насколько хватит потому что в четвертых спидваях были случаи что вот этот штифт вырывала из этой дуги здесь вроде не вырывает на ходу абсолютно не чувствуется то есть но если на месте его трогать то она люфтит и плюс идет такой знаете вот даже когда едешь постоянный скрижет металл по металлу то есть очень мне нравится далее что хочу рассказать вот здесь вот это я сам поставил эту штучку здесь была такая накрутка как я дал первый такой мини дальничок по москве доехал из замкаде одинцовского района там около мкада я живу до новослободской это считает центр он дотянул еще даже заряд оставался 1 слободской прокатился через старый арбат через киевскую дальше пошел на этот на замоскворецкий мост непцов мост еще называют вниз ушел на набережной в общем доехал дома свободском доехал дотянул еще наверно запаса у него оставалось километров на 10 точно вот далее что мне не нравится в этом самокате он очень скрипучие то есть вот у него вот эти вот амортизаторы не прямо просто не знаю как назвать извращение какое-то для чего не такую подвеску здесь поставили ужасно скрипит особенно задней сейчас вопроса продемонстрирую вам как все происходит смотрите вот этот скрипт вот так вот скрипит постоянно я даже когда его отдавал на замену задней покрышки у меня там несколько раз прокол был сейчас покрышка практически новая стоит просил посмотреть амортизатор почему такой скрипт этим здесь даже подкладывали шайбочку мы с братом но все равно это не помогло скрипт идет ужасно то есть откуда с левой стороны что же вот это вот скрипит а вот это уже вот скрипит это как раз это перед низкой крепление я чуть лево право здесь хватит но если вот эту штуку у вас вырвет на ходу то конечно вам это очень дорого станет возможно и с ценой жизни потому что эта штука разгоняется до 60-60 километров в час вот я разгонял 71 с горочки в крыму и все в крым в июне катался как ты беля кстати дубасе на нем по бездорожью он едет ему по фигу на самом деле высота как он там называется от земли довольно хорошая в этом плане все круто вот крепление амортизаторы вот этой скрипы вот эти скрежет а вот это просто угнетает и на самом деле именно поэтому его сейчас и продаю мне нравится эта подвеска и не нравится это крепление дальше люфты в ручках вот на этих местах постоянно возникает лифты то есть это дичь полная вот сейчас я единственно сегодня прокрутил их вчера выезжал на нем я взял спортзал если для кого метров 5 вот то есть эти люфты вот здесь вот просто вот ручки вот так вот гуляет постоянно то есть нужно вот эта штука то двигать сейчас не принес я уже сильно там подкрутил зажал ну стоит один раз покататься плит один-два раза и у вас опять ручки вот так вы гуляют что одна что вторая гуляет то есть уже и уже последнее время просто забивал думаю да хрен бы с ней пускай легкие думают это подкручивать постоянно просто вымораживает подкручивается очень просто на самом деле в комплекте идут вот такие вот набор ключей шестиграничек просто один из них помутать вот ручку отбежаешь и там болтик внутри стоит только болтик нужно крутить не вправо а влево то есть там механизм немножко по-другому устроен все думают нужно вправо вправо наоборот ослабляет подкручиваю чуть лево ручку раз вверх вот так вот раз эта штука обратно ушла то есть если будешь толкать рукой сильно подкрутил чтоб не люфтило она просто у тебя вот здесь вот встанет и вот так будет не доходить ты ничего не сможешь делать уж так постучал он раз ушла то же самое на этом пульте вот они минусы дальше я вам расскажу про качество этого самоката меня то ли у меня просто как кать попался такой бракованный случай то ли они все такие не очень в общем проехала ним 200 километров и у меня перегорел блок на нем на задний привод перегорел то есть самокат вообще потух он перестал передавать признаки жизни он не заводился абсолютно вот мне пришлось сдавать его по гарантии в электросмарт терапить их что по ним его отремонтировать чтобы я смог поехали в крымном сайте самокатка практически новая 200 километров пробега и по сути ты остаешься без самоката потому что он просто перестает включаться вот отремонтировали меня быстро электросмарт хорошая контора из всех торопить они делают быстро если не торопить там был один человек он сегодня стал самокатку ну вот и ждал чуть больше года чтобы они ему его починили практически новые тоже навернулся получал его из ремонта мне мастер сказал ни в коем случае не ездить на одном приводе и же кнопка отключения приводов то есть то интересовался смотрел вот это полный привод так нажимаешь эти один привод то есть включается передний привод остается только задней вроде так или наоборот но мы сейчас посмотрим вот это turbo на это же такая шляпа то есть нажимаешь он там до трясатки разгоняется и все в общем то ну все кнопки обычные стандартно здесь сигналом так пискляют бывает есть даже в парке так вы нажимаешь просто женщина идет и даже не обращает внимание то что не резкий слабенький свет тоже говно светит вот эта фара вообще никак сейчас я могу его включить вот видите включил это в комнате она как бы да вроде светит а на деле да ты видишь на улице этой фары практически не хватает то есть она слабенько слабенько за диодик там стоит не знаю может быть 6 ватный то есть мощность слабенькая в реальной темноте если ехать с этой фарой вы навернетесь что у меня и получилось на этом самокате и один раз на навернулся видите какой диск передний стоит это родной диск и у меня же диск 16 они 14 как раз причем не сложно было найти этот диск поставил от велосипеда купила в сокольниках этот размер очень сложно найти 14 который идет на этот самокат сокольниках его смог найти то есть брат мне помог съездил за ним нашел это диск и мы его поменяли я навернулся как раз из-за того что на самокате недостаточно света я ехал ночью спортзал в бассейн и там был средств асфальта причем такой глубокий резкий и я прям туда и нырнул хорошо только на разгоне была небольшая скорость и прямо полетел через руля так что рекомендую катаетесь в шлемах я использую шлем медпарашют то что навернулся я без шлема и приложился головой получил такой неплохой сотряс поэтому без шлема ездить не рекомендую медпарашют очень легкий стоит что-то в районе десятки чуть побольше смотрю в магазина братьях ну шлем нужен кататься на такой что нравится ну вот подсветка нравится не видите как интересно спидвей он там пишет потом нажимаешь тормоз начинает наполнять видите как то есть тормоза вот это что горит топарь на постоянке это мне брат помог вывести здесь топарь он не горит то есть он загорается только от нажимаешь стоп сейчас сделано так что он горит на постоянке чтобы вас было видно ночью на дороге к нажимаешь стоп он усиленно горит далее что я хотел рассказать насчет гидролизации это такой маркетинговый ход на эти самокаты где вы не покупали вам предлагает ее сделать вот там влага вот туда-сюда на самом деле все это условности я вот уже сделал на raptor тв там семеро отдал то есть мне там промазали герметиком обработали лаком 2 матро колеса но все на самом деле знаете это условности шляпа так скажем это просто как бы маркетинг и немножко заработок дополнительно тем кто торгует самокаты это защита нужно только всего катаете зимой если вы катаете с летом все все это фигня я считаю что не нужна почему я так считаю потому что пошел дождик ливень остановились остановить уже не кстати я ездил на нем в дождь какая-то жесть вот ты ты весь мокрый у тебя все джинсы вся грязь с машин все на тебя это даже поклеще чем на мотоцикле ездит дождик вот здесь все полная дичь то есть пошел дождь просто вызвали яндекс такси таксист приехал сложили самокатку закинули багажник если домой я думаю там 200 300 рублей у всех на такси есть то есть проблема никакой в этом нету если катаетесь летом не стоит делать никакую гидролизацию если катаетесь зимой гидролизацию сделать стоит но стоит ее сделать самому и сэкономить семеро герметик хороший стоит 500 рублей все элементарно промазывается скрываете деку промазываете здесь ведь у меня герметиком промазано даже второе сделал после ремонта потому что легко смартнил вскрыл и получается я конечно уже второй раз семеро за эту бедру платить я просто не желал вот и вот герметик промазка на самом деле брат мне помог его промазать этим герметиком вот то есть здесь видите как все сделано плотно колеса остались еще при этом как вот при гидролизации еще при той которую делал леонид на raptor тв так скажем его мастера ну что могу сказать самокат на самом деле имеет как сказать больше минусов чем плюсов то есть те деньги которые за него хотят от 85 до 94 95 смотря где его будете покупать вот я считаю он этих денег не стоит исходя из этих косяков которые у них в нем есть плюсов довольно мало это плюс это хорошая батарея до хорошей батареи хороших два двигателя там 800 тысяч ватт но мне на коробке было написано 1000 ватт разбирает в 1000 ватт производили касс 800 вот здесь приблизительно мощность от 800 до 1000 ватт два мотор колеса далее что в нем хорошо пуляет он неплохо до разгоняется в раз до 50 там потихонечку до 60 принципе до 70 даже можно его рассказать это весело да то есть кататься на нем весело но я бы лучше бы посмотрел в стороны лтд или о don't run 2 те же самые мощности те же самые цены по сути но там лучше с подвеска там нет вот этого уродства там нет вот этого уродства вот эти скрипов телега скрипит понимаете то есть ну если готова со всем этом милится тому с этим креплением с этими лифтами постоянными с этими скрипами с тем что она может перегореть просто контроллер на 200 километрах ну тогда спидвай 5 это ваш выбор вы не думаете я не продавал какой-то не конкурент магазинов мне честный отзыв я на нем катался этот самокат мой смотрите еще скажу сколько я на нем наездил заводится он просто с кнопки power так сейчас вот видите 634 километра всего пробега то есть тысячи нету уже стойко с ним проблем было этом дважды колесо проколол меня у колесо сначала антипроколку залил потом уже не помогал опять спускала от мерзки мой косяк я катаюсь не пойми где того то что перегорел блок это конечно показывает качество этой штуковины хоть имени моторс но все-таки проблемный ну что здесь вот скорости здесь принц все стандартно меню первая скорость он там что-то до 25 шли разгоняется здесь типа до 40 здесь максималка катайтесь на третьих принципе едет бодро хорошо то есть как лтд по сути если вы хотите мини моторс если вы хотите качественный самокат то берите ультра у меня и знакомые приятели из клубов они катаются на ультрах беспроблемный аппарат там будете гонять не знаю там до 5000 километров только не знаю там наверно колодки менять на суппортах раз 1000 они подходят то есть беспроблемный аппарат единственно стоит бабок да бушный ультра бы я бы не стал брать новый ультра и си 2019 года смотрите с таким интересным курком потому что я слышал за старые курки они проблемные что-то там перегорает ключ от них здесь курок отлично работает вот они она сейчас стоит порядка 145 155 тысяч это обновленный ультра уже с бсм который идет ультра 2 по моему от 145 то есть если есть деньги можно взять сейчас если в принципе нет можно здесь это менее покататься сезон приноровиться потом в принципе зимой зимой я тандыр видел сейчас вам если не соврать за 136 или за 139 в официальных магазинах тандыр продавался зимой сейчас цены цены какие-то нереальные thunder 175 x вышел там ажиотаж у лёня там по 300 их толкает конечно можно найти дешевле там на авито кто лазит они знают себе много денег можно в раптора убрать лёня хороший обзорчик и против него ничего не имею сам с ним общаясь человек работает продает чем хорошо у него можно сюда приехать на миклуха маклай 8 строение 3 просто взять любую самокатку в натуре покататься мне жалко то ли бери катайся покупать не обязательно там и сурона у него есть то есть все очень круто и мастерская седу резинку махнуть купить колесико все можно там сделать в общем то вот такой самокат мое мнение вы понимаете вот его поэтому продаю сейчас возьму думаю может какого миника либо какой-то утром 2 что-нибудь такое покататься сезон закатать зимой я думаю прикуплю себе уже когда будут адекватные цены на них возьму либо thunder либо ультра уже обновленная чтобы там функции все были ништяки курок нормальный хотел я зимой взять ультра на что-то я пожедничал и в итоге не взял взял потому тут вот родство которое называется 25 давайте попробуем например показывать вам как привода работа это немножко его приподниму сейчас и включу пошел разгон сейчас вот на одно колесо получает на задние вот задние давно отключает передняя все правильно ведь перевод наш мой круг передняя стоит так лучше не ездить нажимаете полный сейчас начнут работать на этом когда просто разгоняешь час ночь просто обзор снимаю не будем соседи будить это андрей до 85 на это без нагрузки может разогнаться привод сигнал не буду нажимать такой мерзкий пи 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 свет вот кнопку включать выключить будем действительно ведь час 51 поэтому постараемся не шуметь в общем то и все если вы осилили мой был там не до конца вы герой можете купить себя можете не купить в общем атакуют самокат такой вот мнение у меня не сложилось единственное хотел показать час еще лифт на рулевую почему знаете что интересно скрепро стон добивает вот этот люфт он вообще он с коробки то есть он новый лифте также вот на это место идет самая большая нагрузка она грузится вы на нем едете найдет очень большая нагрузка если этот штук вырвет было будет в общем вот такой вот мопед всем пока с вами был мотобратишка подписывайтесь на канал может быть что-нибудь еще для вас такое сниму